А правда, что в США все настолько плохо? Озвучено при поддержке Авиасейлс. Я живу в Европе, я буквально слышу сейчас о Соединенных Штатах только очень и очень плохие вещи. Скул-шутинги, некомпетентный президент, полицейский беспредел, национализм, экономическое неравенство, дерьмовые законы об оружии, разжигающие вражду политики, ужасная система здравоохранения, которая загоняет людей в долги, антипрививочники и так далее. Я понимаю, что СМИ обычно представляют подобные вещи в гораздо худшем свете, но эти проблемы, похоже, никогда не прекратятся, и поэтому я задаюсь вопросом, есть ли в вашей стране хоть что-то хорошее. Я уверен, что США – классное место, я бы с удовольствием там побывал, но, насколько я понимаю, я бы никогда не захотел там жить. СМИ склонны преувеличивать все существующие проблемы в США. Зачастую вы можете просто найти свою нишу в обществе и наслаждаться относительно спокойной жизнью без излишнего вмешательства со стороны. США – безумно многонациональная страна, и тут много вариантов, чтобы развлечься и полно возможностей. Безусловно, в нашем обществе существуют свои немаленькие проблемы, но есть и причина, по которой многие люди до сих пор высоко оценивают эту страну. Да, Америка плохая, Америка тупая, Америка жирная, не приезжайте в Америку, уга-буга. Я канадец. США – большая, очень-очень большая страна. Это огромная империя, как и в прошлых империях, некоторые ее части являются прекрасными, мирными и спокойными местами. Другие – не очень. Есть много мест, где люди всех рас, религий, убеждений и так далее, живут вместе в гармонии. По крайней мере, так же хорошо, как в любой другой точке мира. Тут немало мест, которые безопасны, полны счастья и красоты. А есть места, где все наоборот. Это большая страна, здесь много людей и много разнообразия. Америка – удивительное место. Я говорю это как иммигрант. Я переехал сюда не просто так. Может, она и не идеальна, но это место, где я хочу прожить до конца своих дней. Американские СМИ ужасны. Они все хотят первыми сообщить громкую новость, независимо от того, есть ли у них какая-либо точная информация или факты. В итоге они взвинчивают людей. А через несколько дней, когда все уже составили свое мнение, появляется настоящая правдивая история, в которую никто не верит. Или они просто забывают о ней и об этом больше никогда не пишут. Такое вот говно. После такого ты уже не знаешь, чему верить. Я родился и вырос в Великобритании. Переехал в США почти 20 лет назад. Качество жизни здесь намного, намного выше. Я никогда не вернусь назад. Тем не менее, я заметил очень медленный, неуклонный рост ненависти, недовольства и насмешек над США, который начался примерно со времен Джорджа Буша-младшего ОМП и войны в Ираке. Когда я только переехал сюда, мои друзья диком не завидовали и умоляли меня взять их с собой. Теперь они спрашивают, почему я до сих пор живу в этой дерьмовой помойке. Средства массовой информации, безусловно, преподносят худшие стороны, чтобы привлечь внимание. Но сама жизнь здесь просто потрясающая, а по крайней мере для меня. Да, плоховато. Я имею в виду, что большинство американцев никогда не были в Европе, поэтому у них нет представления о том, насколько хорошей может быть жизнь. Мы, американцы, просто хаваем то дерьмо, которое нам пихают, потому что нам постоянно указывают на примеры несостоявшихся государств с криками «Посмотрите, как им херово, мы номер один». Ура, патриотизм, религиозность, отсутствие критического мышления, антиинтеллектуализм, антинаучность, трейбализм. Все эти явления свирепствуют в Штатах. Не самое лучшее время быть американцем. И я боюсь, что закат нашей страны уже близок. Я канадец, живущий недалеко от границы с США. Я много лет путешествую по Штатам. Я встречал там исключительно дружелюбных и гостеприимных людей. Как и везде, там есть очаги преступности и экстремистов. Но все это не на каком-то выпиющем уровне. Порой здесь, на Reddit, мы видим всякие ужасные вещи про США. Но я не думаю, что это норма. Единственное, на что я жалуюсь, это то, что никто в США, похоже, не знает, как вкусно заваривать чай. Ага, отстой. Я живу в США уже 58 лет. Все становится только хуже. А за последние пару лет страна вообще превратилась в полное дерьмо. И я не вижу, чтобы в будущем что-то изменилось к лучшему. Это огромная страна с множеством людей с разными мнениями и большой свободой. Плохие новости разносятся далеко. А о хороших сообщают редко. Это замечательная страна. Я люблю то место, где живу. Однако я понимаю, почему за границей ее воспринимают не очень хорошо. Просто знайте, что большинство людей, живущих здесь, в Америке, во многом являются противоположностью того, что показывают в новостях. Негативное представление о США связано с тем, что американские новости являются гегемоном в СМИ. Дерьмовые вещи происходят везде. В Канаде тоже случаются перестрелки, есть национализм, протесты и тому подобное. А еще в Канаде гораздо меньше населения. И Канада не может конкурировать с огромными медиакомпаниями, которые есть в США. То, на что ты ссылаешься, это не объективная точка зрения, целью которой показать сплошной негатив. Средства массовой информации стремятся подчеркнуть крайности, потому что именно такой подход увеличивает клики и зрителей. Конечно, у нас происходят перестрелки и случается полицейский произвол, но в очень малом количестве по сравнению с нашим огромным населением. Большинство людей проживут жизнь ни разу не столкнувшись с тем, о чем говорит автор треда. Это не значит, что все это не является проблемой. Просто эти вещи не являются повседневным явлением для 99,9% американцев. К тому же некомпетентное правительство, национализм, полицейский беспредел, перестрелки, экономическое неравенство, разжигающие войны политики, проблемы здравоохранения, антиприучники и так далее даже близко не являются уникальными проблемами Америки. Каждая страна сталкивается с подобным. И как и любая страна, мы делаем все возможное, чтобы справиться с ними. С одной стороны, да, новости, которые вы слышите и видите, скорее всего, соответствуют действительности. С другой стороны, страна большая, поэтому новости берут попросту самые худшие и сенсационные из огромного количества обычных новостей. Я из Италии, но прожил в США два с половиной года. Я понял, что за границей СМИ, передавая плохие новости из США, которых на самом деле всего несколько, преувеличивают их в 10 раз. О хороших вещах не говорят. В мире очень мало стран, где жить лучше, чем в США. В большей части Европы, безусловно, хуже. Если оценивать страну по тому, как она относится к наиболее уязвимым слоям населения, то США окажутся на самом дне. Тупо на первом месте в мире. Если ты бедный и больной, всем на тебя насрать. В моей стране Канаде с этим неплохо справляются. В моей второй стране, Дании, дела обстоят гораздо лучше. Так что, если вы живете в США, не болейте и не становитесь бедными. Потому что в таком случае вы, скорее всего, умрете. Я живу в Америке. Если бы вы начали говорить с людьми на подобные темы, то наверняка почувствовали бы скрытое напряжение. Если, конечно, вы бы общались с тем, кто не согласен с вашими взглядами. Я говорю про такие вещи, как законы об оружии, полицейский произвол, экономическое неравенство и так далее. Если бы мы действительно чаще разговаривали об этих вещах лично, то у нас каждый день возникали бы споры. Началась бы чертова гражданская война. Однако я думаю, что большинство американцев не теряют надежды на то, что люди, стоящие у руля, смогут справиться со всеми этими проблемами, используя имеющиеся у нас системы. Пока этого не произошло, но именно эта надежда и останавливает массовые протесты. У нас есть некая иллюзия того, что все станет лучше, если мы будем голосовать за наименее плохие варианты. И да, здесь есть много хорошего, много красивых мест и замечательных людей. Отличное еда, хорошее разнообразие. Скул-шутинги очень редкое явление. Конечно, они происходят чаще, чем следовало бы, но все же. Считаете ли вы президента некомпетентным, зависит только от ваших взглядов. Со случаями полицейского беспредела то же самое, что и со скул-шутингами. Национализм у нас, конечно, больше, чем у вас, но в национализме нет ничего плохого. Неравенство в благосостоянии, интересный момент. В целом, ситуация не критична. Индекс Джинни составляет 852 против 816 в Германии. Но при этом у нас есть богатейшие люди в мире, и они, как правило, из тех, кто добился своего положения, создавая обожаемые во всем мире продукты. Законы об оружии меняются от штата к штату, и то, как вы к ним относитесь, зависит от ваших собственных взглядов. Я считаю, что в большинстве стран Европы хреновые законы об оружии, потому что там людям не разрешают использовать оружие для самообороны. Да, у нас есть очень воинственные политики, этого я отрицать не могу. Наша система здравоохранения на самом деле, благодаря своему высокому качеству, имеет очень высокий рейтинг. Кроме того, мы производим более 40% новых препаратов во всем мире. Если у вас нет страховки или хреновая страховка, то у вас может сложиться дерьмовая ситуация. Если у вас хорошая страховка, вы будете в лучшем положении, чем были во многих странах Европы. Я буквально никогда не встречал антипрививочников. Я не думаю, что они представляют собой что-то, кроме небольшой группы, о которой много говорят. Америка – это не то место, которое можно обобщить одним предложением и сказать «здесь все именно так. Каждый штат – это отдельное правительство со своими законами и правилами. Говорить, что в США все устроено определенным образом, это все равно, что сказать «в Азии живут вот так». По сравнению с такими странами, как Северная Корея, Китай, Саудовская Аравия и другие государства с диктаторскими режимами тут классно, но по сравнению с европейскими странами – Австралией, Японией, Южной Кореей и Тайванем тут довольно хреново. Здесь есть свои плюсы и минусы. Есть места, где дела идут очень плохо и места, где практически ничего не происходит. У нас есть многолетнее наследие, как положительное, так и отрицательное, которое влияет на жизнь практически каждого человека каждый день. Плюсы. Мало где еще вы можете сказать столько всего, сколько здесь. Тут вы с большей вероятностью разбогатеете, особенно если будете двигаться в правильном направлении. Если что-то тут есть, то это можно купить. В этой стране просто огромная, богатая территория, которую можно исследовать. Здесь можно вести практически любой образ жизни, включая абсолютно отшельнический. Концентрация богатства позволяет более эффективно исследовать и финансировать товары, услуги и науку. Наши регулирующие документы обладают довольно серьезной силой, поэтому теоретически у человека очень трудно отнять его права. Граждане этой страны умеют объединяться после катастроф, что меня, кстати, всегда поражало. Люди оказывают поддержку и помогают добровольцам, и обычно быстро организуют работу по восстановлению чего бы то ни было. В наших краях всегда найдется идеальный климат для вас. У нас есть все, от пустыни до ледников. Если у вас есть крутой навык или талант, вы можете легко начать все сначала. Люди довольно часто собирают вещи и переезжают через всю страну в поисках лучшей жизни. Американская мечта уже не та, что была раньше, но она есть. Главное, ваше желание ее реализовать. Американцы одни из самых открытых, понимающих и дружелюбных людей, которых вы когда-либо встречали. Минусы. Здравоохранение не предоставляется просто по праву гражданства, а субсидируемые медицинские товары обычно предназначены не для США, а для других стран. Богатство здесь является буквально чит-кодом. Стандарты образования непоследовательны, что затрудняет общение и сотрудничество у людей. Нам платят меньше всех в пропорции к стоимости нашей производительности. Только около 25% от каждого доллара прибыли, созданного американским рабочим, достается этому рабочему. В других развитых странах дела с этим обстоят лучше. Наличие частных тюрем, цель которых – прибыль. Наше правительство почти наверняка принимало непосредственное участие в двух последних крупных эпидемиях наркотиков, в процессе сделав несколько семей до безумия богатыми. Правительство способно испоганить все меры реагирования на стихийные бедствия, возлагая бремя спасения на пострадавших людей и их соседей. У вас здесь существует нулевая вероятность потеряться в системе или провалиться сквозь трещины нашей очень ненадежной сети безопасности. Американцы – одни из самых высокомерных, эгоистичных и националистических мудаков, которых вы когда-либо встречали. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Пишите, а правда ли, что в США все настолько плохо? И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова